Всем привет! Сегодня я на Карычумыше. Деревня Карычумыш. Вот она там находится за деревьями. Вот на мосту я нахожусь. Сейчас пройду по бережку немножко, по тайге он там. И где-нибудь там попробую порыбачить. Сегодня же сюда пошел вроде бы как Серега Сибиряк. Привет тебе, Сляпи Серега. Он пойдет отсюда до Смышляева. Вот, кстати, мост. Скажется, мышца. Воды много. Вода вроде не сильно грязная. Думаю, с рыбалкой должно что-то получиться. Но это последняя рыбалочка в этом году. Тем более на удочке, в поплавок. Погода такая вроде как бы ясная. Минус два вот в машине показывала. Тут лужи замерзшие. Ну все. Буду двигаться дальше. Найду местечко подходящее, чтобы дрова были для костра и порыбачить было удобно. Но там уже включусь наверное. Что-нибудь запишем. Что-то интересное. Вот маленько прошел. И уже вот такая вот красота. В другом тайга. Не вот туда. Надо как-то пробрать-то. В другую речку. Что-то заросли такие. Не знаю. Стоит ли вообще туда лезть? Нет. Может проще по тому берегу. Оттуда рыбачить. Но там, насколько я знаю, с дровами хвиновенько. Все это все поджигали, пособирали. Все веточки. Будет проблематично. Тем более все сырое. Сколько дней дошло. Сегодня вот все замерзло. Попробую. Может быть, если здесь удастся прокраситься, то хорошо. Там уже где-то выстрелы слышны. Охотники, похоже, стреляют. Вон грязище. Подмезло. Но не так уж, чтобы совсем-то было комфортно. Вот что-то идет, типа тропы вдоль берега. Попробуем подраться. Я тут даже кто-то ездил. В каком-то танке. Лёвочки. Лёвочки. Вот такие чага. Серега все ходит чагу ищет. Она вон. Растет себе. Безнаказанная. Ну, так и чисто ничего. Нормально. Трава уже полегла. Крапива вон только стоит. А так-то нормально. Полотенка какая-то. Так, все дальше-то. Ну, все помню, уже морозом ударило. Нифига резкость не наводится. Думаю, охотники там что-то стреляют, стреляют. Как бы тут не крякнуть случайно. Крякнешь как-нибудь не так. И пристрелят нафиг. Ну ладно. Идем ближе к воде. Пекать местечко. Рыбовники. Возьмем на воду. Вот, кстати, сушник кабуран. Ага. Ну, как бы место так-то. Обвал, обвал какой-то, обрыв. Перенолазь-то, конечно. Кусты это все. Нет, что-то. А так бы ничего, конечно. Обратка вон, завифрения, сам это. Дров, буран. Ладно. Попробую еще поискать. Может еще поинтереснее что-то найдем. Хотя здесь, блин. На том берегу-то половче, конечно. Ну ладно. Пошел дальше. Что-то вот. Шел, шел. И такое место нашел интересное. Даже знаю, как он дятел стучит. Самое. В кедровочке. Вот кедр. Здоровый. Растет. И, что характерно. Выберу. Прибита вот такая штука. Судя по всему, это шкура. Судя по расцветке, коровья, наверное. Черно-белая какая-то. Она вот приколочена гвоздем. Как-то вот непонятно, для чего это сделано. Но, но. Есть такая здесь характерная особенность. Рядом речка. И вот здесь вот. Если видно, не знаю. Видно, нет. На видео будет. Как тропа такая. Вот и уходит туда между елок. Вот для чего это сделано? Зачем? Кто это сделал? Непонятно. Ну что-то, если это кого-то приманивает, то на такое можно приманить только косолапого. Ну что-то как-то мне тут совсем не охота рыбать. Тут-то уже тайга-то серьезная. Тут не в парке погуляешься. Ну как бы. Вдох не видать никаких. Ничего не видать. Понятно. Дятел вон только долго сидит на березе. Ой, попробую пройти еще подальше. Здесь мне совсем не охота оставаться. Вот есть тропа. Есть еще какая-то шкура. Для кого-то это сделано. Явно не для меня. Мне оно как бы и не надо. Пошел дальше. Вот сейчас иду и думаю. Если бы был охотником, как можно тихо куда-то подобраться. Вот сейчас, например. Ладно, провашившись. Она же еще замерзшаяся. Соответственно, она тупо ногами ломается. Хруст стоит прилично. Блин, ну что-то вот берега вот все вот такие. То есть все в кустах. Нифига не это. Нету места, где можно порыбачить. Как бы не пришлось возвращаться на ту сторону. И оттуда уже рыбачим. Ну там, блин, ну вот реально. Там на том берегу. Кустики и все. То есть дров. Таковых вообще нету. Вообще. Тут-то тайга. Тут жить можно. Ну, блин. Ну, блин. Короче, иду еще минут десять. Ничего подходящего не будет. Ухожу туда на тот берег. И там уже. Там уже буду. В общем. Шел я шел. И вот нашел местечко такое неплохое. Ну, как бы можно и лучше, наверное, найти. Это надо время же опять же трать. Часто бывает. Знадить места. Как бы на этом берегу я вообще в первый раз. Ну, вроде место так. Можно тут травку попрямять. Если как раз речка вот на повороте расширяется там. И вот здесь она идет пошла на сужение. Совсем буквально метров, не знаю, 15, не больше. Струя основная. Вот обраточки, завифрени. То есть, как бы, наверное, можно и здесь попробовать. Вот, если видно, всякие завифрени пошли. Убратки и тому подобное. Попробую здесь покидать. Сейчас, короче, быстренько ставлю лагерь. Надо мне сегодня еще несколько дел сделать в корме рыбалки. Но об этом попозже расскажу. А пока собираю дрова. И надо разжечь костер. Вот развел костер все-таки. Скажу сразу, получилось не без проблем. Все дрова сырые, сырые абсолютно. То есть, на ощупь кажется, что ветки сухие. Ломаются прекрасно. Они просто замороженные. Когда на них попадает, соответственно, тепло. Они становятся все мокрые, как в воде. Поэтому... Ну, сухое горючее творит чудеса. Вот так разгорается потихонечку. Сейчас еще подложу. С маленького дров натаскал. Мне много не надо, но тем не менее. Сейчас буду дальше готовиться к рыбалке. Такое ведерко у меня. Буду делать прикормочку. И осталось просто рыбалки прикормка. Карпова, по-моему. Ну, я думаю, пойдет. Еще у меня с собой есть пачка не корма. Кабанеев. Платора. Вот попробую на эту плату. Смешаю с картовой. Ну и попробуем половить. Ну вот. Вот костер разгорается. Я тут купил котелок армейский. Что-то думал мыл, мыл. Нифига вообще не получилось. Вроде как отмыл. Все равно маслом воняет. Сейчас его обожгут. Прокипячу заодно и протестирую. А вот пока у меня прикормлено было уже, да? И сейчас я сделал первый заброс. Поймал уже чебачка. Ну, кто как называется. То чебак, то елецк, то еще как. Кому как нравится. Ну, вот он чебачок первый. На сегодня. Он, надеется, не последний. До этого раньше не снимал. Чуть-чуть вот этот полчасика был перерыв. Я не ловил, не забрасывал. То, что здесь напротив как раз вот пришли чебаки. Но они недолго. Полчаса посидели. Наверное, ничего не поймали. И все, и ушли. Сейчас попробую поставить камеру, чтобы было видно. И буду пытаться ловить и записывать. Надо садок еще поставить. Ну, вот камеру поставим. Что бы сейчас делаем. Сейчас ловлю на опарыши. Сейчас ловлю на опарыши. Видно будет. Там уже половина опарыша окуклились. Какие-то части, какие-то сдохли. Но большая часть опарыша еще живая. Так вот. Этому опарышу я его брал с собой, ловил. Так, сейчас скажу. У нас отчет где-то есть на сайте. Мы ездили в костенках. Это был конец сентября. Этому опарышу уже в холодильнике. Больше месяца лежит. Да, часть, конечно, погибла. Но, в принципе, все живые. Вполне на них можно ловить. Вот такой у нас опарыш. Сегодня 26 октября. Видели мы о Костенково. Точно не помню, но числа 25-го, может, 28-го. Вот так вот где-то. Соответственно, это уже, ну, минимум месяц. Даже больше, наверное, месяца прошло. Опарыш здесь с порой еще живой. Такой нынче опарыш. Ой. Кто-то сошел. Ну, кто-то маленький. Наверное, что-то припогольян. Вот, кстати, садок. Видите, как удобно. Куда не вставать ничего. Просто бросил. Не открывать ничего не надо. Никаких проблем и забор. Вот тут вот у меня обратка. Я в нее попасть не могу. Я в нее повода попал и сразу вот у меня была поклевочка. Пока. Видимо, прикормку туда как-то замыло. А вот здесь поклевки идут. Ну, что-то, видимо, сильно мелко. Потому что как-то глюет несерьезно. Упадает все. Надо же, он читает. Героя забраться поймал. Сейчас что-то... Нет, ни фига. Он, же испугал. Там нет. Вот, погрелся. Боли. кто-то же был вкусного старого опарыша что-то смотри, дёргает сама ничего не будет, потасит, потасит да нифига, не буду вытаскивать ой, пискарик вот так вот пискаришка ветер поднимает холодное небо какое-то чёрт чё-то надо увидеть не дашь мне сегодня последний денёк грибануть о, поглянусь как иди сюда еще пискарик вот надо было с собой какое-то ведёрко взять бусылку 5-литровую как бы жевца на жерлице на первый лёд наловил-то так-то наловится наловлю а вот как он стоп о, чебак прикормка-то работает но не полчаса, а больше, пока костер нажигал, пока прикормку заместил то есть, не знаю, наверное, минут 40 пока дурью маялся посидели-посидели вдвоем ничего не поймали сейчас я вас буду обманывать, ребятки меня пару сейчас съели, а я вам сейчас одену так, что вы его безнаказанно ну никак не вот так и висели понимаем, что-то, блин, совсем маленький ну на жерлицу пошло бы вот куда только их складывать так-то можно было бы на жерстапе на жерстапе на жерстапе только вон, видишь, какие-то пескаришки пескарь как-то несерьезно мелкий не только пескарь вот они идут один за одним все маленькие все маленькие ну ладно пойду котелок поставлю в костер снег пошел да никакого это уже искали посерьезнее мелочь-то мелочь подошел наверно покрупнее опять что-то хорошее даже плюнет и плюнет и 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 вот такой достаточно серьезный ну как бы лучше чем те мелкие конечно гигант но такой достаточно усатый красавица всегда берите на рыбалку полотенце поэтому они не мерзнуть даже сейчас но может быть идет снег спрятаться потеклево ну вот у меня не нужно посмотря на то что вода ледяная а вода ледяная сейчас мужики вот ходили дальше по берегу там есть старицы на старицах лед стоит вот можно представить температуру воды все хорошие я вообще покушать приготовить на костре чайку попить похоже не успею ну считай вон монитор потерял из-за этих тут неохота было или тут снимать тем более начнешь ловить они не уйдут скажут он же ловит поэтому специально не ловил не забрасывал пока у них терпение кончилось они ушли вот это чебачок красавица вот это красавица размер такой тоже более-менее нормальный скользко конечно товарищ но ничего в общем фотоаппарат у меня замерз пришлось срочно вытаскивать аккумулятор греть что пора мне домой собираться рыбе половил никто так же идет он на садке видно да видно сколько снега немножко но идет вообще на улице холодно все сейчас собираюсь еще похоже включить покажу может быть сколько рыбы прямо там немного но тем не менее вот вот эти червей тоже больше месяца пролежали в холодильнике вот я их выпустил из банки выкинул как бы не нужны но тем не менее вот они все живые ничего с ними не стало вот такие черви такие опарыши сейчас достаю садок посмотрим сколько там рыбы вот стал садок рыбы конечно немного но в принципе это вон потом раскрывалась там у меня такие пошли такие хорошие а на загляденье и летки вот такие пироги девочки действительно там стали хорошие попадаться больше даже по-моему это было в общем вот так вот я считаю закрытие хотя бы по плавочке получилось нормально подробачил отдохнул свежим воздухом подышал в общем все как всегда убираюсь домой уже через 15 минут за мою машину должна приехать а мне еще тёпать еще себе все вот я на финише сразу же опять на мосту с тайги вылез пошел я оттуда все собираюсь домой так и закончился этот поход рыбалка выходного дня не знать назвать закрытие сезона поплавочного в общем я доволен все прекрасно прошло не смотря на снег и все остальное но в целом было все зашибись до новых встреч кому нравится комментируйте может быть критикуйте до свидания до свидания